Еще об отношениях родителей и детей. Раби Ахай говорил, «Отец может забыть, что ее необходимо чтить, но он не должен позволять бить или проклинать себя». Еще одна история из Ваилонского Талмуда. Раф, был такой Раф, который звали Раф. Ну, был такой Раф, это Равин, да? Но его звали Раф. Раф постоянно страдал от своей жены. Если он просил приготовить чечевицу, она готовила им горох. Если он просил гороха, она готовила чечевицу. Когда вырос ее сын Хия, он стал передавать ей просьбы отца, но говорил все наоборот. Если отец хотел гороха, говорил матери готовить чечевицу. Знаете, есть такие женщины, все наоборот делают. Однажды отец сказал сыну, «Твоя мать стала относиться ко мне лучше». Хия ответил, «Это потому, что я передавал твои просьбы наоборот». Тогда Раф ответил, «Вот почему, говорят, твой отпрыс будет учить тебя. Но все равно не делай так больше, ибо Тора учит, они приучили язык свой говорить ложь». Еремея 9.4. Это цитата из Вавилонский Талмуд, его мод. То есть приучение сына к правдивости важнее, чем те выгоды, которые может получить родитель от лжи ребенка. Ну, например, нельзя учить ребенка лгать. Даже если касается телефонных звонков, типа, скажи, что мама или папа нет дома. Ни в коем случае нельзя приучать ребенка ко лжи. Вавилонский Талмуд, трактат Сука, говорит, «Нельзя обещать что-то ребенку, а потом не дать ему этого, ибо в результате ребенок научится лгать». То есть если я обещал родителей, что? Обязан. Да, некоторые говорят, я с тобой в воскресенье пойду в зоопарк или в кино, а в действительности на него наваливается какая-то работа и так далее. То что важнее, работа или дети? Семья важнее. Всю работу все равно не переделаешь. Конечно, в счете самое главное – это шалом. Богатство без шалома, оно ничего не стоит. Оно приходит и уходит. И только мир, который в доме, который в твоем сердце, он будет с тобой. Мужчина не должен нагонять излишний страх на своих домашних. Вавилонский Талмуд, трактат Гетин. Талмуд считает, что, спасаясь от гнева, домочадцы могут даже погибнуть. И приводится такой случай. Маленький ребенок из Бнейбарак разбил бутылку в шаббат. Бнейбарак – это пригород Иерусалима. Это, ну, как у нас Ильичевск по отношению к Одессе. Где живут ортодоксальные евреи. Они и сейчас там живут. А это из Вавилонского Талмуда. То есть, 2000 лет они назад тоже там жили. И Бнейбарак там крутые ребята живут. Поэтому Бнейбарак – сыны Рома. Да? Как их называл еще некоторых своих-то особо крутых? Да, сыны Рома – Бнейбарак. А есть такая еврейская – Чудин Бнейбарак при тихой погоде. Похоже на Гоголя. Я вам читал, нет? Или я это давно читал? Ну, как-нибудь почитаю в свободное время. Итак, значит, это в религиозном районе разбил бутылку в субботу. Ну, в субботу, как вы знаете, нельзя бить. Нельзя наказывать, да? Значит, нужно было отнести наказание на что? На следующий день. Его отец пригрозил надрать ему уши, и мальчик в страхе бросился в глубокую яму и разбился. И рабе Акива сказал, что поминальная церемония должна быть проведена полностью. Ну, обычно самоубийство, вы знаете, некоторые молитвы не включаются в обряд. То есть самоубийцы хоронят, но некоторые молитвы не включаются. Вообще, за самоубийцу можно молиться? А почему? За любого человека можно молиться, да? Опять-таки, Бог сделает то, что найдет нужным. Каждый человек будет судиться по делам его. Мы не можем своими молитвами что-либо изменить, да? Но самоубийца, грешник и так далее, мы можем тоже за них молиться. Да, но не отпевать, просить Бога снисхождения, да, на суде. Это еврейская традиция, я сейчас говорю. Вы можете поступать так, как согласно вашей Галахе, да? Но еврейская традиция, только не читаются некоторые молитвы. И с тех пор раввины сказали, нельзя угрожать ребенку даже таким маленьким наказанием. Нужно или наказать сразу, или не говорить вообще ничего. В прошлом году, в прошлый раз на тесте это был вопрос. Итак, что нужно сделать с ребенком? Либо наказать сразу, либо простить его. Вы знаете, ожидание наказания пора страшнее самого наказания. Вот есть приговоренных к смерти, которые ждут годами. Это очень страшно. Так, ну и еще вы знаете, как надо ребенка бить? Розовец, да? Розовец. Нет вопроса, бить или не бить. Вот еще вопрос. Нет такого вопроса, второе, бить однозначно. Вот жену нельзя бить. Ну, правда, мусульманский там, главное, у них там как-то... Главное, малая или рабин, их не... Сказал, что можно жену бить карандашом. Чисто символически. Хорошо. Ну, лучше жену не бить. Вообще, если человек даже замахиваешься рукой, это считается все равно, что если бы ты его ударил. Я как-то недавно смотрел фильм, такой старый-старый. Еще Фернадель играет. Он играет там священника, один пришел к нему пкаяться. Ну, католического священника. На пыкании. То-то-то-то, говорит, а еще я вас, говорит, побил палкой. Вот, пкаюсь. А какой это палкой? А палка была из железного дуба. Ладно, сын мой, прощаются тебе грехи. Становится тот, значит, на колени там потом. Перед алтарем что-то молится о священнике. Господи, Господи. Стоит у вас такая свечка здоровая. Такой ширины, такой высоты. Ну, да я хоть ударю его хоть этой свечкой. Он меня палкой бил, а я ходю хоть свечкой. Нет, говорит, я его просил. И ты его просить должен. Говорит, тогда я его ударю рукой. Нет, говорит, руку я сделал человеку, чтобы благословлять. Бить, а не бить. А думал, думал, говорит, а про ногу ничего не сказано. Потому что и под зад ее ногой. Хорошо. Итак, рука предназначена, и единственная вещь, благословение, да? Рукой бить нельзя. Нельзя бить каким-то тяжелым предметом. Даже если, говорят, научишь наказать ребенка, можешь побить его шнурками от ботинок. Палкой или какие-то вещами, знаете, которые могут нанести увечья, да? Ни в коем случае ребенка нельзя бить. Поэтому Вавилонский Талмуд говорит, если ты вынужден ударить ребенка, ударь его шнурками от ботинок. Человек никогда не должен выделять одного из своих детей и относиться к нему лучше, чем к другим. Ибо из-за лишнего куска шелка, ценой две монеты, братья Иосифа стали завидовать ему и одно за другим. Так что, в конце концов, предки наши стали рабами в Египте. Так говорит Вавилонский Талмуд. Да? Помните? Нельзя делать различия между детьми, какого-либо любить больше. И даже если один ребенок хороший, а другой ребенок плохой, один ребенок почитает тебя, а другой не почитает, ты ни в коем случае не должен испытывать разные чувства к своим детям. Есть, помните, еще даже такое правило о сыне любимой жены и нелюбимой жены. Да? Помните? То есть, хотя родители испытывают разные чувства к детям, равен и считают, что неправильно было бы из-за этого по-разному вести себя с ними. Одна из причин, по которой раби Самуэль просит раби Игуду отговорить родителей, желающих лишить плохого сына наследства в пользу хорошего, потому что никто не знает, что придет от плохого сына. Это вавилонский Талмуд Бава Батра. Видите? Мы не можем знать, плохой он или хороший. Какой сын, в конце концов, оказался более почтительный к отцу? Помните? Блудный сын. Он вернулся, отец им дал перстень, а тот, который сын вроде бы хороший, он начал упрекать отца. Понимаете? Но в то же время и родители должны заботиться о своих детях. И когда родители, которые отказывались помогать своим детям, привели к рабе Хаздаю, он такое им назначил покаяние. Вы знаете, еврейские районы, сейчас точно такие серьезные покаяния назначали. Поставьте ступу вверх ногами на площади и заставьте отца стоять на ней и кричать. Даже ворон заботится о своих птенцах, а я не заботюсь о своих детях. Вавилонский Талмуд тоже. Раби Хаздая Ибн Гарескас, это 1230 год, сказал так. В пять лет сын твой хозяин, в десять твой слуга, в пятнадцать твой двойник, а потом твой друг или враг, в зависимости от его воспитания. Видите? Четко разделено. И вы знаете, что переходный возраст, да? Переходный, он как твой двойник. Как ты бунтуешь против родителей, так и дети бунтуют часто против тебя. Если ты послушен родителям, то что? И дети будут послушны тебе. Это закон. И от этого закона никуда не уйдешь. И поэтому вывод, Шалом Аш такой сделал. Лучшая забота о старости, уважай своих детей. Итак, какая лучшая забота о старости? Уважай своих детей. Противоположная заповедь, не раздражайте своих детей. А потом говорит и еврейская традиция, и Новый Завет. И еще, что влияет на воспитание детей. Вавилонский Талмуд говорит, то, что ребенок говорит на улице, сказали его отец или мать дома. А да, знаете, что там дети обычно говорят, говорят. Хорошо. Так, самое прекрасное благословение в Талмуде. Когда Раби Нахман и Раби Исаак должны были расставаться, Раби Нахман попросил Раби Исаака благословить его. Раби сказал, давай я расскажу тебе притчу, с чем можно сравнить наш случай. С человеком, который едет по пустыне, он голоден, устал, и хочет пить, и вдруг видит дерево со сладкими плодами, приятной тенью и ручьем неподалеку. Человек остановился, поел фруктов, выпил воды и отдохнул в тенье дерева. Когда он был готов ехать дальше, он произнес, о, дерево, как благословить тебя. Пожелай, чтобы твои плоды были сладкими, они и так сладкие. Пожелай, чтобы тень твоя была приятна, она и так приятна. Пожелай, чтобы около тебя тек ручей, а вот и ручей. Поэтому вот мое благословение. Дай Бог, чтобы все деревья, которые вырастут из твоих отпрысков, были как ты. Так же и тебе. Чем мне благословить тебя? Пожелать тебя учить Тору, но ты ее уже изучаешь. Богатство, ты имеешь богатство. Детей у тебя уже есть, дети. И поэтому пусть мое благословение будет такое. Дай Бог, чтобы твои потомки были как ты. Это Вавилонский Талмуд. Можно еще много, много, бесконечно много говорить на эту прекрасную тему. Но будем переходить к следующей заповеди. Следующая заповедь, очень интересная. Это шестая заповедь. Шестая по счету. Она говорит, не убивай. Не убивай. То есть Тора запрещает убивать. Какое же убийство запрещено? Помните? Ло Тверца. То есть, если правильный перевод, не, не убивай, вообще непонятно. А если я таракана убил, курицу убил, это убийство? Ло Тверцах. Не совершай преступление, убийство. Помните, говорили? От слова «раце», если ты хочешь это сделать, по какой-то причине, сознательное убийство. В основе запрета на убийство лежит известное библейское положение о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Поэтому убийство – ничто иное, как дерзкий, открытый бунт против Творца. Сказал Талмуде, тот, кто убьет хотя бы одну душу, уничтожит целый мир. А тот, кто спасет хотя бы одну душу, спасет целый мир. Вот поэтому запрет на убийство – одна из самых серьезных заповедей. Из трех вот этих заповедей, о которых мы говорили. И заповедь «не убивай» соседствует с первым законом «я Всевышний». Видите, первая и шестая заповедь, если пять и пять делить. Получается, что нарушение этой заповеди, то есть убийство, означает по сути отрицание Творца Вселенной. Евреев часто, знаете, вставили такое положение, вот типа «выдай кого-то». Смотрели «Сюгун» фильм, когда вот этих голландских моряков или английских моряков посадили в яму и сказали, что «вы должны выдать кого-то на смертную казнь». Кстати, они так и не выдали. Там пришлось этим самураям лезть в яму, и даже один там остался в яму, чтобы выхватить кого-то. То есть мы не можем кого-то выдать на смерть. Ну, если человек сам пожелает войти, жертвовать собой, это другое дело. Но вот, допустим, вот завтра один из вас, вот ближе вы бросаете, должен умереть. Ни в коем случае, да? Часто бывало в концентрационных лагерях, когда сами евреи, так называемый «юденрат» был, то есть еврейский совет, они определяли списки, да, тех, которые должны быть уничтожены. Ни в коем случае евреи это не должны делать. Но если скажут «выдай вот конкретно этого человека», который, допустим, виновен в убийстве, нужно это сделать. Помните, Каяна Вениамина, она согрешила перед другими коленами. Почему? Она не захотела выдать тех, которые были виновны в насилии и убийстве. Да? Из этого чуть не погибла Калена Вениамина. Вот. Она, если определяет, вот кого хотите, того убить, то ни в коем случае нельзя говорить. Если говорят «мы убьем тебя и убьем твою семью», вы знаете, как правило, получается, с евреями, что все равно убивали. И того, кто это соглашался, вы знаете, вот в вопросе, например, с заложниками, да? Часто тоже такие вещи бывают. То «ты не виноват». Скажут «ну ты же вот виноват, вот видишь, ты отказался сделать это, да? И вот твоих детей, которые взяли заложник и убили». Но если еще идет, опять-таки, я говорю об убийстве, нельзя соглашаться убивать кого-то, даже если убьют, то если убьют. Виноват не ты. Правда? Кто виноват? Тот, кто поставил тебя в какое положение. И чаще всего и тебя убьют, и их все равно убьют. Поэтому еврейская традиция в этом случае говорит однозначно. И говорит так. «Разве моя кровь краснее его крови?» То есть, я не знаю, кто больше имеет право и достоинство жить. Правда? Я или он. То есть, следует предпочесть собственную гибель, убийство по принуждению. Иначе знаешь, что ты совершаешь преступление, нарушая запрет на убийство. Но есть случаи, когда убийство допустимо. То есть, когда оно не является терцах, да? Не является убийством. Например, самооборона. Самооборона. Если он пришел тебя убить, убей его первого. Ну, конечно, по милости, если у тебя силы есть его обезвижить, обезоружить, то, естественно, лучше его не убивать, да? Но мы не знаем, с каким намерением он пришел к тебе. Вот эти, очень интересное есть положение. Опять-таки, по аналогии, да? Если кто-то подкопал твой дом и пришел к тебе ночью, да, ты должен, можешь его убить. Ну, не должен, но можешь его убить, и это не будет преступлением. Но если уже взошло солнце, да, то что? Ты не можешь его убить. Что имеется в виду подкопался? А если он не подкопался, ну, это что? Грабеж, да? Со взломом, или кража со взломом. То есть подкопался, значит, был взлом, нарушение целостности, и он попал на твою территорию. И это происходит ночью, когда человек спит, когда человек беззащитен. То есть мы не знаем, хочет ли он меня и мою семью убить. А если хочет, то мы имеем право его убить, да? Вы понимаете, что иметь право, это еще не значит, что всегда мы этим правом воспользуемся. Но если у нас нет другого выхода. Бывают такие безвыходные положения? Или я его, или он меня. Безусловно. Такие случаи сказано, убей его первым. Но если уже взошло солнце, да, то есть имеется в виду, прошло какое-то время, а потом ты его схватил где-то на улице, вот это вор лез ко мне, и начинаешь его уже бить или убивать. Ты не имеешь права. Второй случай. Война. Война считается как коллективная самооборона. То есть на войне убийство допустимо. Оно нежелательно, но что? Допустимо. Правда? На войне люди не имеют друг против друга каких-то конкретных вещей. Вот он мой враг, и я его убиваю. Он мне ничего не сделал. Но этот человек, который пришел для того, чтобы разорить мою страну, мою родину, да, убить моих близких и так далее. И в данном случае это допустимо. Дело в том, что опять-таки из-за неумеренной ревности, я еще раз говорю, по заповеди возникают некоторые проблемы. Скажите, во Вторую мировую войну надо было воевать с фашизмом? А некоторые верующие отказываются брать в руку оружие, принимать присягу. Это дело их совести, я их не осуждаю, и я их не благословляю. Но с точки зрения Торы, что же получается? Это получается, значит, знаете, пусть он убивает, или когда от службы в армии уклоняются верующие, пусть он служит в армии, или пусть его дети служат в армии, неверующие, а мои дети не должны служить в армии. Правильно это? Нет. Видите, служащий в армии это человек, носящий меч, защищающий страну. и Новый Завет, и Танах к таким людям как нужно относиться? Уважением, потому что он не зря носит меч, не зря носит оружие. Дело в том, что все эти проблемы, это опять-таки вопрос традиции. Ну, слышали, что такое штунда, да? Да. Вот в 17 веке было такое течение 17-18 веке, когда как раз закончились религиозные войны в Европе, помните, полтора столетия они продолжались примерно, в 1648 году. И вот после этого гащида была такая группа, которая называлась Менониды. От того, что их проповедник Менно, они частично жили в Голландии, частично на территории Германии в различных княжествах, потом из Голландии их попросили, так как они отказывались выполнять свой воинский долг, потом их начали изгонять из территории Пруссии, и Екатерина II отнеслась к ним положительно. Она поселила их на территории Украины. Это были люди, которые изучали Тору, и так как они изучали, штудировали, еще говорят, Час-Штунда получили название, да? От них и произошли современные евангельские наши христиане. Но так как эти люди исповедовали Менно, теорию, они не брали оружие и ни в коем случае не участвовали в войне, хотя бы их там даже всех перебили. Однажды был случай, их послали на Кавказ, и действительно, горцы перебили там целое селение, они не сопротивлялись. Правильно это? А баптисты Германии не происходили от Менонитов, потому что Менонитов из Германии выселили. Поэтому для баптистов Германии не было никакой проблемы, если их призывали. Для наших баптистов пятидесятников были определенные проблемы. Я сейчас говорю, решать должен каждый согласно своей совести. Нельзя выполнять преступные приказы. Вы знаете, не всякий приказ следует выполнять. В американской армии даже есть определенные специальные семинары проводят военнослужащие, какие приказы считаются преступными. Но я считаю, преступные приказы это карательные различные экспедиции. То есть, если твой враг не с оружием в руках. Правда? Если тебе говорят уничтожить какое-либо селение, или детей, или каких-то людей, которые не являются непосредственно участниками, против которых ты должен сражаться. Значит, слово давать можно, слово давать можно, но нельзя выполнять какие-то преступные приказы, да? Вы сами понимаете. Смотрите, читайте текст присяги. Позволит ли ваша совесть принять этот данный текст присяги? А вот это вопрос вашего личного положения перед Богом, да? Но вообще некоторые говорят, что вот не клянитесь вообще, и так далее. Вы сами понимаете, что это не заповедь не клянитесь вообще. Это заповедь просто не вводить себя в заблуждение, когда мы делаем клятву и потом не можем ее выполнить. Правда? Но это не значит, что я не могу присыгнуть на Библии, если меня вызывают в суд, или я не буду приносить присягу. Смотрите, что написано в присяге. Можете ли это выполнить? Правда? Хорошо. Итак, значит, убийство при самообороне и войне. Записывайте. Вы записывайте. Я вижу, что вы так расслабились. Ну-ка, все вместе уши развести, лучше по-хорошему хлопать в ладоши вы. Да? Суши на уши я вам не вешаю. Я говорю то, что конкретно. И вас будут спрашивать. И вы должны людям отвечать. Правда? Хорошо. Итак, значит, не является убийством. Убийство при самообороне. Ну, естественно, вы знаете, что есть превышение самообороны и так далее. Надо понимать в каждом конкретном случае отдельно. Правда? Если ты можешь его не убить, старайся не убить. Но если нет у тебя другого выхода, значит, это не убийство. и особенность если идет дело о твоей жизни или жизни ближних или других людей. Если нет возможности обезвредить противника другим способом. И второе это война. Война это коллективная самооборона. Хорошо. Вы помните Иоанн Погружающий первый подводник израильский? Да? Как он говорил солдатам? Когда солдаты каялись, да, он что им говорил? Бросайте теперь оружие и расходитесь по домам. Ага. Правильно. Видите? Значит, это Лука 3 глава 14 стих. Сказал он Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Так? Римлянам 13 глава 4 стих. Ибо начальник, то есть начальник это кто имеется ввиду? Это не только начальник, стражник, военный, да? Ну, карательные органы, да? Есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Ну, так как наш Валентин Романович директор не носит меч, то по всей видимости говорится о начальнике, о полицейском, да? Либо о военных структурах. Согласны? Или Саша с мечом на вас ходит? Необвалидированный съезд где-то меч там лежит. Значит, есть об армии. Итак, бойся, да? Почему? Бойся, значит, и уважай тоже, он не напрасно носит меч. Так, что нужно сделать начальству? Любите его? Какая заповедь? Бойся и уважай, да? Бойся и уважай. Ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отвститель наказания делающего зло. Я выбрал некоторые пункты, давайте я вам их лучше протектую, 16 пунктов, если вы согласитесь или не согласитесь, это уже вопрос ваш личный, я еще раз говорю, который может отличить функцию солдата от функции палача или садиста. Хорошо, хотите записать конкретные пункты? Хорошо. Значит, первое, солдат выполняет свой долг перед Родиной и обществом, поэтому в определенных ситуациях он вынужден убивать. Первое, но только я не буду очень уж медленно, то я вам буду диктовать как раз на половину второго, да? 16 пунктов. Вы пишите ключевые слова, главное. Солдат выполняет свой долг перед Родиной и обществом, поэтому в определенных ситуациях он вынужден убивать. Второе. Второй пункт. Защита земли Израиля святой долг каждого верующего. Защита земли Израиля святой долг каждого верующего. поднять руку на землю Израиля и еврейский народ тоже, что воевать против Бога. Есть такое? Это все равно, чтобы пальцем Богу в ласт тыкать, есть такое. Значит, защита земли Израиля святой долг каждого верующего. Поднять руку на землю Израиля и еврейский народ тоже, что воевать против Бога. Поэтому я могу воевать с белыми, красными, синими, желтыми, зелеными, да? Но если Украина вдруг, не дай Бог, будет воевать против Израиля, имею я право воевать? Нет. Ни в коем случае, да? Потому что воевать против Израиля и еврейский народ то же самое, что воевать против Бога. Третье. Все, что делает солдат, он делает не из личных побуждений, а по необходимости. Все, что делает солдат, ну, конечно, есть солдаты, которым уже начинают нравиться убивать, да? И это уже плохо. Но если верующий солдат, он может убивать. Но это не должно доносить ему удовольствие, не дай Бог. Правда? Все, что делает солдат, он делает не из личных побуждений, а по необходимости. Все, что делает солдат. То есть солдат, он не ненавидит врага, но он вынужден выбивать его, да? Если ненависть к врагу или чувство мести, или злоба, а часто это воспитывают специально в солдатах, не должно быть уверующего. Мы должны любить всех людей, да? Так же, как и Бог любит всех людей. Но почему-то один из них людей Бог отправит в рай, а других в ад. Правда? Вот так и солдат. Он не делает из личных побуждений, но по необходимости. Четвертое. Солдат не имеет права выполнять преступный приказ. Ну, например, расстреливать пленных, против мирного населения воевать. Солдат не имеет права выполнять преступный приказ. В таком случае лучше умереть, если под трибуналом, значит под трибуналом. Солдат не имеет права выполнять преступный приказ. Например, расстреливать пленных мирное население. Пятое. Солдат не должен мстить. Мстить или за Родину и так далее. У нас это воспитывалось опять, культивировалась такая вот ненависть. Не должен мстить. Кто-нибудь вообще должен мстить? Запрещает Бог, да? Это Богу решать, кому за что мстить, правда? Да. Солдат не имеет права мстить, не должен мстить и не должен иметь ненависти к врагу. Третье, он делает не из личных побуждений, а по необходимости. Четвертое, не имеет права выполнять преступных приказов, пятое, не должен мстить и не должен иметь ненависти к врагу. Он должен понимать, что то, что он делает, жестокая необходимость. Скажите, убийство на войне это грех? Грех. грех. Но есть такое понятие допустимый грех. Поэтому, скажите, иметь две жены грех? Да. Это допустимый грех в обществе каком? Которое было в древние времена. Почему? В те времена я говорил, что это была милость по отношению к женщине. Но по решению еврейскому, это не написано в Торе, каждый человек должен иметь сколько же от нужного. Это основано на Писании. Потому что, если бы Бог захотел, чтобы было двежим, Бог бы сделал двежим для Адама. Правда? Правда, некоторые говорят о лилит, но это другой вопрос. Да. Хорошо. Итак, четвертый пункт. Не имеет права выполнять преступный приказ, а пятый не должен мстить и не должен иметь ненависти к врагу. То есть, то, что он делает, это жестокая необходимость. Ну, необходимость. Шестое. Поверженному и сдавшемуся врагу надо оказать милосердие. Поверженному или сдавшемуся врагу надо оказать милосердие. Например, перевязать ему раны, оказать помощь, объяснить, что ты не имеешь ничего лично против него и рассказать ему о Боге. Следовательно, если на вас напал хулиган, что должны вы сделать? Дать ему так хорошо, чтобы у него уже не было в состоянии против тебя что-либо сделать, да? потом перевязать его раны, отнести к нему уже не как врагу, да? А как страдающему и рассказать ему о Боге, да? Да. Поверженному и сдавшемуся врагу надо оказать милосердие. То есть, например, перевязать его раны, оказать ему помощь и объяснить, что ты не имеешь ничего лично против него и рассказать ему о Боге. Я вам показывал фильм там, как встречали Рождество Первого мирового войны. Кто помнит этот фильм? Чудесный, замечательный фильм был, правда? Да. Седьмой пункт. Как вы думаете, верующие должны быть худшими солдатами или лучшими солдатами? О! Это очень интересно. Да. Евреи и верующие христиане должны быть лучшими солдатами, чтобы быть примером другим. и вы знаете, среди евреев было очень много героев, да, героев Советского Союза и так далее. Евреи и верующие христиане, потому что некоторые думают, что должны уклоняться от армии в любом случае, а если уже взяли тебя в армию, то стараться где-то там при обозе сидеть, да? Евреи и верующие христиане должны быть лучшими солдатами, чтобы быть примером других и чтобы не было мотива для обвинения в трусости, лени, бунте, непокорности либо в нечестности, чтобы не было мотива для обвинения в трусости, лени, бунте, непокорности либо в нечестности. Люди будут видеть Бога, да, в нас. Если мы будем, как и всякими путями, пусть за нас другие воюют, то понятно. Говорила мне, моя мать, и не ходил бы ты, сынок, у солдата. Красная армия, штуки чайные идутся, без тебя большевики обойдутся. Значит, когда говорится о том, удай себя по правой щеке, подставь левую. Скажите, когда вас хотят так ударить, чтобы навести вас увечья, бьют ли вас ладони по щеке? Да. То есть в данном случае говорится о том, чтобы переносить обиды, а не о том, чтобы не отвечать насилием на насилие. Знаете, добро должно быть с зубами. А если ты ему говоришь об Иисусе, он начинает тебя убить, да? Ну, хорошо, подставь один раз щеку, потом подставь другую раз щеку, а в третий раз дай ему зубы. Был такой еврейский боксер. Мендоза, помните, я вам рассказывал о нем? Вот. И был маленький такой еврейский мальчик. Но однажды он прочел удивительное откровение, что ты, Господь, сокрушаешь челюсти львов. И он стал боксером. Он был чемпионом мира. Он десять раз был чемпионом мира по боксу. Восемь раз он был чемпионом мира. Потом он сломал руку. Несколько лет не боксировал. А потом еще два раза был чемпионом мира по боксу. Можете себе представить? Маленький, хиренький. Вот он умел хорошо держать удар. Да. Хорошо. Нет, Англии. Ну, Англии. Это как раз был конец 18-го, начало 19-го века. Хорошо. По-моему, в 1810 году он уже с арены ушел. Примерно так. Так. Значит, верующие должны какими быть солдатами? Лучшими. Восьмое. Не должны поддаваться на провокации. Ну, у вас всегда будут. Всякие провокации стремятся. Любого верующего, правда, будут провоцировать. Не поддаваться на провокации. И если идет в атаку, он должен сзади идти или спереди. Да. Это очень важно. Потому что мы иногда своей жизнью показываем одно, говорим другое. И вот следующий пункт. Что верующие солдаты своей жизнью показывают, что верующий всегда с Богом и не боится умереть. Верующий своей жизнью показывает, верующий солдат, да? Да, девятый. Верующий солдат своей жизнью показывает, что верующий всегда с Богом и не боится умереть. Какой же ты верующий, если ты боишься умереть? Какой же ты верующий, если начинается пожар, и ты первый выскакиваешь в двери? Да? Какой же ты верующий, если ты не боишься выносить раненых с поля боя? Если даже для неверующих сказано, сам погибай, а товарища выручай. Правда? Итак, значит, они своей жизнью показывают, что верующий всегда с Богом не боится умереть и не должен ставить себя или своих товарищей в опасной ситуации. Верующий своей жизнью показывает, что верующий всегда с Богом, да? Не боится умереть и не должен ставить себя или своих товарищей в опасной ситуации. Десятый момент. Они не должны скрывать свое еврейство или вероисповедание, кроме тех случаев, когда представляется опасность для их жизни. Конечно, не надо лезть на рожон, если у тебя офицер антисемит, и он тебя поставил в такую ситуацию, что ты погибнешь. Правда? Но верующий не имеет права скрывать, что он верующий. Правда? Потому что в кратерном случае кто же будет видеть, что мы верующие? Хорошо. 11. Солдат не должен быть жестоким к другим, ну, как дедовщина и так далее. И мы знаем, что на войне порой приходится быть жестоким, но эта жестокость должна быть мотивирована. Приходится в войне проявлять жестокость? Никуда не денешься. Но эта жестокость должна быть мотивирована. То есть, солдат не должен быть жестоким по отношению к другим. На войне порой приходится быть жестоким, но эта жестокость должна быть мотивирована. То есть, обоснована. Жестокость должна быть обоснована. Приходится на войне проявлять жестокость? Например, пытать пленного. А если это без этих данных погибнут ты и погибнут твои товарищи? Но эта жестокость, опять-таки, должна быть обоснована, мотивирована. Правда? Хорошо. Двенадцатый пункт. В любом случае, если можно не убивать, то есть, например, можно взять врага в плен, то следует что? Не убивать. В любом случае, если можно не убивать, например, взять врага в плен, то не убивать. Тринадцатый пункт. В этом верующий постоянно должен быть на стороже. Помните? Бди, да? Бди обязательно. Бди, бди кат хамец. Помните поиск хамеца? Бди, оно и на иврите бди получается. То есть, будь бдительный. Нужен постоянный строгий контроль за своими поступками и чувство ответственности за них. Нужен постоянный строгий контроль за своими поступками и чувство ответственности за них. Никто за нас не будет решать. Никакой равен, никакой пастор не может за вас решать, да? Все равно пастор дает советы, равен дает советы в любом случае. Мать дает советы, да? А отвечает кто? Друг дает советы. А отвечает кто? сам отвечает за свои поступки, за свой выбор. Итак, нужен постоянный строгий контроль за своими поступками и чувство ответственности за них. За мой грех несу ответственность я, а не мой командир. Поэтому такой мотив, как мне приказали, да, недопустим. За мой грех несу ответственность я, а не мой командир. Знаете, меня Бог два раза побуждал молиться за солдат. Ну, я молился за своего сына, конечно, когда он был в армии, но вот когда я лежал с перелома ноги в больнице, у меня такая была мессиформа молиться за солдат Израиля. И вот недавно тоже, я не знаю почему, вот ночью у меня такая мессиформа, я молился за солдат. Ну, не израильцы, просто сказано, молиться за солдат. Я молился. И вот следующий пункт такой. На войне трудно перейти грань, трудно найти грань, допустим, да, перейти-то легко, трудно найти грань, где необходимость убийства превращается в преступление. Правда? Да, 14. На войне трудно найти грань, где необходимость убийства превращается в преступление. Поэтому всякое убийство нуждается в покаянии. И убийство на войне что? Я говорю, это допустимый грех, но все равно грех есть грех, нуждается в покаянии. Вот я примерно такой, что как может молиться солдат на войне? Я себе мысленно поставил на это место, написал такую молитву. Господи, прости меня, что я вынужден убивать. Я прощаю своих противников и не имею ненависти к ним. Я вынужден убивать, чтобы защитить свою семью, своих близких и не быть самому убитым. Я защищаю свой народ, свою страну и своих близких. Прости меня, Господи, да? То есть молитва необходима, ну, в любой форме, понимаете. Покаяние необходимо, хотя это не смертный грех, как говорят, что вообще убийство. Это один из трех недопустимых грехов, но в данном случае, что все равно оно остается грехом. Правда? В любом случае лишения жизни человека грех. Поэтому нужно каяться. Итак, на войне легко перейти грань, или, может, трудно найти грань, где необходимость убийства превращается в преступление. Поэтому всякое убийство нуждается в покаянии. Пятнадцатый пункт. Нельзя быть добрым, если эта доброта придет к новым преступлениям врага. Помните, Саул пощадил Агага, а после этого родился Аман, да? Если мы не наказываем своевременно, или, допустим, как часто у нас бывает, адвокаты отмазали убийцу, маньяка, да? А потом он дальше продолжает убивать людей. Итак, пятнадцатый пункт. Нельзя быть добрым, если эта доброта приведет к новым преступлениям врага. Нельзя быть добрым, если эта доброта приведет к новым преступлениям врага. Так, сейчас еще две пункта. Нельзя быть добрым, если эта доброта приведет к новым преступлениям врага. И последнее. Помни, что по Божьему закону, мера за меру, на юриде, мида кенегет мида, помни, что по Божьему закону, мера за меру, если ты взял в руки оружие, будь готов, что тебя тоже убьют. Помни, что по Божьему закону, мера за меру, если ты взял в руки оружие, будь готов, что тебя тоже убьют. Это справедливо будет? Да. Справедливо. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.